Анимушник, огромное спасибо за донат. В общем, Фред Гитарист слушает вокал Варшавского. Вот, бля, ты отлично подобрал, потому что мне самому очень интересно, что же тут можно будет сказать. И, видимо, тебе и, надеюсь, другим зрителям тоже будет интересно, что всё-таки, что скажет Фред про вокал Варшавского, и что про это скажу я в итоге. Анимушник, от всего чата, от всех зрителей тебе респект. Блядь. Всё, уже можно не смотреть дальше. Ну, это реально по тех. Я такого давно не слышал, блядь. Комменты, комменты. Это, кстати, я же, в принципе, Юрий Петрович подсказал, что вот варшавский охуенен именно тем, что вот зайти в комменты и читать, что люди пишут просто. Типа, как они им восхищаются, просто боготворят там вообще ивануться. Я, кстати, эту песню не помню. Блядь. Сейчас такое всё натугают, эти часики, да, трясутся всё, тайминг отчитывают. Блядь, сейчас. Это просто пиздец. Ну, пока не вокал, как бы, да. Этот вход можно вечно слушать, это просто. Какой-то бегемот заикается, такой. Какой-то плохой мотор какой-то у старого трактора. Топовая штука. Ещё и Кривус, блядь. И барабанчик тоже, видите? Тоже там, блядь. Он и в него то ли попасть не может, то ли сам не может что-то ритм держать. Ну, короче, тоже там пиздец какой-то есть, да. Что это такое, ребят? Что с вами? Для мира и родины это все ваши жопы. Слушайте, вот это, кстати, реально очень показательная песня. С первой секунды слышно, что это просто кривляние, блядь. То есть... Прямо это... Это хриплый, причём, ну, дерьмовым хрипом именно сделан. То есть не какой-то мощный расщеп или ещё что-то. Просто... Просто вот такой, типа. В худших традициях Уда Дик Шнайдера. Это прям худший вообще, наверное. Ну, вокал. Так я поем, ребят, извините. Ну, по лицу понятно. Я не знаю, как это называется. Видимо, какой-то просто фальцет, но какой-то злобный фальцет, короче. Я просто так не умею, да, у меня нет такого, как бы, этого... Как будто что-то вот такое. Но... Как бы это смешно, но я не могу сказать, что это прям, не знаю, как-то хуже Мастейны. По мне, всё равно, даже сейчас это, как бы, всё равно лучше, чем Мастейны. Ну, вот видите, мнения всё-таки двух мудрецов гитарного ютюба разнятся. То есть для Фреда... Оззи Осборн и Мастейн — это прям полное дно, то есть прям вот возмутительное дно. Для меня всё-таки, ну, типа, ну, нормально. Ну, то есть, ну, так хуёвенько, но я даже могу послушать, мне терпимо. А для меня как раз наоборот, типа, ну, ну, Оззи, ну, так, ну, типа, ну, хуевато, но, в принципе, в паре песен нормально работает. Мастейн, типа, ну, срань, но в целом там пис-селс как-то можно даже послушать с такими его, типа... А варшавский — это прям, ну, дно полное, потому что это... В плане пения — это, ну, хотя бы потому, что то, что делает Мастейн и то, что делает Оззи, это хоть немножко технически сложнее. А здесь это прям убогое кривляние. То есть именно... Именно полный пиздец. Я не знаю, ну, я так, типа, в 14 лет кривляться так можно. А тут взрослый мужик просто вот сидит, ну, и выдаёт это за пение. То есть для меня это вот прям вот возмутительная хуйня. Ну, вот, короче, как видите, не всегда я соглашаюсь, как говорится, с фред-гитаристом. Почему? Потому что для меня родина — это не жопа Юрия Петровича. Всякие-то далее. Просто какой-то фальцет, да, с... Какой-то ещё... Тихо шепчут... Тихо шепчут... Ну, просто, да, так... Клёвный... Что-то тут, короче, такое, да. Ну, какой-то... Ну, я сейчас просто не буду изображать, потому что я, как обычно, короче, это... Вариация, видимо... Один сажаешься пиццу? Лицо из мемов с бородой. Да. Фальцета, я просто... Не, хотя надо даже кусочек оставить, наверное. Не знаю, как это именно работает. То есть это, ну, вряд ли это микс, потому что микс всё-таки обычно мощнее звучит. Просто именно тут какое-то потешное звучание получается... Это просто фальцет, конечно. Это вот что-то такое, короче. Чуть больше похоже стало. Ну, такой фальцет с кривлянием, просто... Она же маленькая, брат. Что ты будешь с ней делать, брат? Она маленькая. Любить, брат. Ну, вот этот, как бы, не попадос, это просто... Ну, да, да, в плане гитары там тоже. Это просто полная жесть. Ну, бля, варшавский тут тоже, это прям вот возмутительный персонаж. То есть буквально в человеке нечего похвалить. То есть кроме того, что он такой какой-то есть, такой вот добренький, такой позитивненький. Но меня это, наоборот, меня это пугает даже немного. То есть он такой вот ходит, что-то улыбается вот так вот. Дорогие, вот там вот поздравляю вас с днём рождения. То есть у него такие немного безумные глаза. Вот это всё. То есть, ну, вот это его, может быть, внешняя такая черта характера, она, ну, кажется хоть немного каким-то для меня, ну, не отторгающим его качеством. А так, в плане того, что он репостит там себе на стену, какие у него мысли, какая у него там, блядь, позиция, какое у него представление о вере, какой у него вокал, какая у него игра на гитаре, какой у него звук, какой у него выбор нот, какие у него тексты. То есть просто абсолютно прям, не знаю, топ-1 какой-то просто худший исполнитель в жанре, там, рок-музыки на русском языке. Это вот тут нечего. А, это прям уже конец самый был. Ну и что в этом, в комментариях? Часики трясутся, редко с ним можно согласиться. Слушайте, ну даже Мухтары соглашаются. Ну извините, тут как бы, тут прям полный пиздец. Вокал Дамы, который исполнял Асандр Страк с Кутейниковым. Ну, у нее чуть-чуть сложнее все-таки. Хотя тоже, да, тоже примерно такое же. Но у нее расщеп чуть получше звучал. Уда такой хуйни себе не позволяет. Говорю, как тот, бля, а Уда поет буквально так же. Вот как раз Варшавский здесь исполнил именно в точно такой же манере. То есть, Уда, кстати, еще и на студийках чуть-чуть лучше звучит. Но я включу именно студийку. То есть смотри, вот тебе Варшавский. Этот ход мой... Сейчас. И барабанщик тоже, видите? Сейчас. Расскажи мне о счастье. И вот Уда. Студийка. Где там? То есть, Лайф. Черный кофе. И студийка. Ацепт. Или вот эта вот песенка была. Я ее знаю, потому что там, типа... Что-то это... Какая-то... Блядь, это Уда был или не Уда? Я не помню уже. А, это уже Уда именно. Вот эта. Про гитару отдельная песня. И вот вам Варшавский. Это буквально одно и то же. Кхм-кхм. Так. То есть Уда, это именно, наверное, вот в мировой музыке такой, самый, в плане вокалистов, для меня самый худший. Более резкий. Ну, в среднем, да. То есть, Варшавский обычно не расщепляет. Это здесь он чуть-чуть это сделал. То есть, у него такой, типа, слабенький хрип. А Уда такой... Как ворона такая прям. Но, в целом, это та же хуйня. То есть, как бы, не хочу твои чувства расстраивать, там, Александр Степанов и так далее. Ну, извините. То есть, причем для меня это абсолютно объективно. Ну, я не знаю из известных вокалистов кого-то хуже, чем Муда Дирек Шнайдер. Из всемирно известных. То есть, кто, блядь? Типа, именно технически. Бывает, когда музыка очень хуевая. Бывает, когда тебе не нравится, как явление, там, не знаю, экстремальный вокал. Ну, я понимаю. Мне, например, может не нравиться какая-то манера, но я понимаю, что это хотя бы, там, технически требует мастерства. Хоть какого-то. А это, ну, это прям буквально, ну, для меня топ-1 худший все-таки. И, конечно, все-таки, ну, хуже, типа, там, Оззи Осборна и Мастейна. Ну, Фред оценивает как-то по-своему. Мне, честно, кажется, больше на свой вкус. Но, в целом, он, ну, прав. Типа, он хороших, прям, хороших вокалистов он плохими не называет. То есть, Оззи Осборн, ну, нехороший, типа, объективно. У него не очень вокал. И у Мастейна так же. Но все-таки у него вот какая-то своя градация. То есть, для него почему-то вот этот вот, типа, фальцет с хрипом, ну, такое раздражение не вызывает. А для меня это вот, ну, блядь, просто хотя бы потому, что это абсолютно элементарно. Так спеть легче, чем спеть, как Оззи Осборн. Понятно, там тоже в нос, типа, мистер Краули. Ну, блин, ну, чтобы вот эти вот ноты, то есть, хоть немного надо напрячься, хоть немного, там, от живота надо, типа, какой-то громкий звук издать. То есть, вот в чем дело. Чтобы спеть, как Мастейн, тоже там, ну, типа, хоть какое-то мастерство, но требуется. Вот. Ну, собственно, Варшавский это прям возмутительный персонаж. Ну, кстати, на самом деле, для меня тоже, именно по вкусу моему, да, что называется, ну, если оценивать, не по технике вокала, а по вкусу, ну, наверное, 7B для меня более невыносимая хуйня. То есть, вот 7B это прям такое нытье просто, такая прям, вот это вот, блядь. По-моему, на лайвах он стал, кстати, получше сейчас спеть, но вот это вот врубаешь просто и прям, ой, блядь, заткнись просто, вот не могу прям, пиздец. Я там бываю во сне, есть город на Неве, я там еще ни разу не был. Есть город на Неве, вот это вот, блядь, какой-то вот. Есть город на Неве, я там бываю во сне. Или всякие вот эти вот молодые вина, я там, вот это вот. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. То есть и текст хуйтуа, блядь, и спета ужасно, тоже вот прям все пиздец. Следняя любовь. Инструментал хороший, кстати, нормальный. Прям вот это для меня прям вообще невыносимо отвратительная хуйня. Черный кофе просто смешно. То есть над этим я даже посмеяться не могу, это просто, блядь, ну, мерзко прям. А черный кофе там врубаешь хотя бы, типа, светлый металл какой-нибудь, блядь. То есть тебе смешно именно, это полный пиздец. Но, типа, ну, хотя бы поражать можно. Это, типа, меня это не раздражает. Просто смешно. А Дашу наоборот, Дашу черный кофе прям до изнеможения выбешивает. То есть ей прям невыносимо. И говниду она тоже не может слушать. То есть ей вот именно этот фальцет, для нее это прям мерзко. Для меня это смешно скорее. Ну вот как-то так.